Для того, чтобы танцевать танго, нужны двое все-таки. И мы видим, что Запад отказывается вступать с Россией в какой-либо диалог и переговоры. Я думаю, Россия в будущем могла бы стать центром, куда бы переехали люди из Европы, да и Соединенных Штатов Америки тоже. Есть уже те, кто решил перебраться в Российскую Федерацию, несмотря на все сложности. И заметьте, это происходит даже после того, как начались военные действия. Я думаю, что и по экономическим причинам все равно Россия будет привлекательна для людей в будущем. Что касается моего переезда в вашу страну, то, отвечая прямо на этот вопрос, я думаю, что сейчас очень много людей хотели бы это сделать. Я сама знаю, сама видела большое количество обращений в посольство в Берлине, тех, кто хотел бы перебраться в Россию. Сейчас я живу в Ливане и скажу, что переехать в Россию не так просто, по крайней мере для меня. Здесь еще вопрос языка. Я более-менее говорю на арабском. Мне пришлось в прошлом году уехать из Евросоюза из-за угроз, которые мне постоянно поступали. Но в тот момент для меня невозможно было переехать в Россию. Сейчас в отношениях России и Запада полностью нарушена коммуникация. Я вижу полное отсутствие диалога. Для того, чтобы танцевать танго, нужны двое все-таки. И мы видим, что Запад отказывается вступать с Россией в какой-либо диалог и переговоры. Что касается будущего, в первую очередь нам необходимо определить это самое будущее. Я думаю, что только после того, как закончатся военные действия, мы сможем делать какие-то выводы. Пока каких-то прогнозов я давать не могу. Я абсолютно не знаю контекста, как будут развиваться события. Что касается причин украинского кризиса, их очень много. Это прежде всего события на Майдане, весна 2014-го. Все, что происходило после и какие-то другие связаны с этим события. Это, конечно, привело к серьезной вспышке экстремизма и к той ситуации, которая сейчас разворачивается. Сейчас то, что мы видели, это наблюдали уже давно. Определенная напряженность была и в 90-е, и позже. Конечно, расширение НАТО на восток тоже привело к ситуации, которая у нас сейчас есть. Нет коммуникации, нет диалога, нет доверия. В итоге нет какой-либо дипломатии ее проявлений. В конечном итоге причин очень много. Я знаю, как сильно вы цените это слово в России – друг, дружба. Но что касается международных отношений, все-таки нужно понимать, что есть такое понятие, как интерес. Есть интересы сторон, которые участвуют в международных отношениях, помимо дружбы. Мы понимаем, что сейчас все пытаются говорить о своих интересах. Тем не менее, мы видим, что у вас тоже есть определенное объединение. Допустим, Евразийский союз. Вы связаны определенными идеями, политическим, культурным контекстом. Есть и другие организации, с которыми мы можем говорить о дружбе. Например, БРИКС и так далее. Латинская Америка заинтересована в отношениях с Россией. Конечно, и большая часть африканского континента. Потому что вы во многом похожи. Вы понимаете значение человеческих взаимоотношений. И это химия, которая исходит от людей. Нужно укреплять эти отношения, исходя из общих интересов. Это говоря о тех странах, которые будут поддерживать с вами дружбу.